Приветствую вас, любители вкусного и интересного! Рад видеть на канале Доброслав 13 в проекте «Съедобное-несъедобное», где мы пробуем разные интересные напитки, магазинную еду и всякое разное интересное. Сегодня у меня обзор на легенду, не побоюсь этого слова. Это, пожалуй, пиво, которое чаще всего упоминается в пивных роликах в комментариях. Это Самарская Жигулевская, того самого легендарного завода Жигулевского, где делают самое настоящее, самое правильное, единственное, то самое жигулевское пиво. Достаточно старый завод, основанный в 1881 году и существующий до сих пор с большой историей, с большими легендами и с достаточно большой линейкой пива. Среди обзорщиков бытует такое мнение, что есть три пиваса, которые непременно каждый обзорщик должен обозреть. И это, конечно же, Самарская Жигулевская, Хадыжинская и Балтик номер 3. Вот если нет этих обзоров, считайте, не пивной обзорщик. И Жигулевская из Самары, последняя из этого списка, попала ко мне на стол. У нас в регионе, в Тамбовской области, это пиво не продается, нигде ни разу его не видел, не встречал. И спасибо подписчику Максиму из Самары, который как-то в комментариях написал, а был у вас обзор на Самарская Жигулевская? Я говорю, нет, не было, не продают у нас. И он прислал мне вот эту вот линеечку, пять бутылок. Ассортимент у Самарского гораздо больше, чем пять вариаций, но вот попробуем сегодня именно их. Это классическая Самарская Жигулевская, то самое от Жигулевского пива, пивзавода из Самары. Еще фон Вакана, 1881, Жигулевского пивоваренного завода. Фон Вакана, это тот самый австрийский купец, который основал данный пивзавод. Дальше, Венское, традиции Жигулевского пивоваренного завода с 1881 года, премиальный лагерь. Прародитель всеми любимого, а кем-то ненавидимого жигулевского пива. Самарское пиво, это, я так понимаю, фирменное, судя по названию пиво из города Самары. Касьянов А.Н. здесь изображен. Я так понимаю, это известная, знаменитая, легендарная личность в рамках данного пивзавода и пивной индустрии. И, относительно новинка данного пивзавода, это стаут. Стауты очень-очень редкий сорт на российских полках от российских производителей. Мало кто варит стауты. Ну, если какие-нибудь там шоколадные стауты еще кое-как где-то встречаются, то вот просто стаут, не крафтовый, найти очень-очень сложно. Я так понимаю, его там в прошлом году, по-моему, только начали варить. Причем это сухой стаут, судя по всем характеристикам, алкоголь здесь всего 4, в британском английском стиле сухого стаута. Вот такая вот интересная подборочка сегодня, друзья мои. Так что усаживайтесь поудобнее. Обзор будет, я думаю, не быстрый. Наливайте чего-нибудь себе вкусненького и приступаем. Погнали! Единственный момент, вот не знаю с чего начать. Ну, стаут темное пиво, я думаю, оставим напоследок. Самарское, у него крепость 6%, его, я думаю, тоже мы отставим. У Венского крепость 4,3 алкоголя, Жигулевское 4,5 и Жигулевское фон Вакана 5. Давайте, наверное, вот так вот 5. А начнем все-таки с легенды. Я думаю, Жигулевское пиво светлое. Оно достоин того, чтобы именно стать первым пивом сегодня. Везде вот этот вот гребаный честный знак. И заклеивает он какую-то симпатичную пробку. Крепость 4,5 алкоголя. Сделан данный пив 9 января, срок годности до 8 мая. Честный 0,5 у всех бутылок, что достойно уважения. Но у региональных пивзаводов, а как ни крути, самарский пивзавод, я отношу все-таки к регионалам классическим таким, да? Потому что мало где за пределами самой Самары можно купить это пиво, чтобы вот так вот прям пойти и легко его купить. Светлое пастеризованное фильтрованное. Ну что ж, погнали! Пузыри присутствуют. Пузыри огромные, что многие наши люди очень любят и очень уважают. В бокал наливается абсолютно прозрачное, очень-очень светлое, такого вот цвета белого вина или шампанского пива. То есть карамельного солота здесь явно не замечено. Вот прям кристальнейшая, прозрачная, даже в моем, наверное, не самом чистом бокале. Пенка мелкозернистая, очень-очень густая, такая плотненькая, приятная. Плотность у данного варианта жигулевского 11, всем нам привычная, а вот крепость 4,5. Как по мне, среди вот скольких-скольких-скольких вариантов жигулевского я пробовал, традиционно все-таки принято как-то 11 на 4 делать, а здесь 4,5, то есть более крепкая. Имеется несложенный ячмень в составе, что для жигулевского, в принципе, там, советский гос, все дела вполне себе нормальные и допустимы. Слушаем аромат. Солод, слегка-слегка сладковатый, какая-то такая травянистость небольшая, и на этом, в принципе, все. То есть аромат достаточно пустой, легкий, ненавязчивый, негатива никакого в нем нет, но и вот такого, что, ох, такого пока эффекта тоже нет. За вас, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. Ну, пиво. Ну, светлое, солдовое, с явно ощутимой горчинкой, то большая редкость для большинства пивозаводов, варящих жигулевское. Просто легкое, светлое, питкое пиво. На этом все. Чего-то такого сверхъестественного, невозможного, вау-эффекта, ну, ну, просто пиво. Причем, хочется пить, это первый бокал пива. Обычно даже больше эмоций вызывает. При этом пятница вечер. Да, это просто пиво. Нормальное, хорошее, не вызывающее восторгов. Пустое по телу, но имеющий на послевкусие приятную, такую вот горчинку хмелевую. Не мощную, еле уловимую, но она здесь есть. Налили мы мне в закрытую данный пивас, без всей этой вот легенды, без восторженности. Я бы выпил, сказал, ну, нормальное пиво. Просто выпить бокальчик можно под рыбку, можно под шашлычки, под разговоры с друзьями. Да, можно. Никакого абсолютно негатива нет, что часто бывает у жигулевских разных региональных. Но и такого вот суперэффекта. Ждешь же от легенды чего-то такого эдакого. Хотя головой я понимаю прекрасно, что от жигулевского, отчего от него ждать. Просто хорошее пиво должно быть. Да вот оно, наверное, таким и есть. Оценку я поставлю 3,5 данному пиву. Его можно выпить, его можно второй раз купить. Я, правда, ценник не знаю, но прекрасно понимаю, что это ценник до сотки. Есть ли пивасы в данном ценовом сегменте лучше? Конечно, есть и их превеликое множество. Но и в сотни раз больше вариаций пива, которые хуже данного жигулевского. Так что, я думаю, оценка 3,5 вполне себе честная, справедливая и нормальная для данного пиваса из Самары. Жигулевское пиво светлое. Хорошо, вкусно, но... Но. А что но, вы напишите, я думаю, в комментариях. Ну, а мы переходим к следующему экспонату нашей сегодняшней дегустации. Фон Вакана Венская. Здесь 4,3 алкоголя. Те же самые честные 0,5 литра. Бутылка стандартная. Бутылка фирменная. Ух, а тут пузыри даже еще красивее, чем на Жигулевском. Прямо такими вот шестигранниками огромными. Бутылки фирменные маркированные. Данная бутылочка 11 января сварена. Срок годности до 10 мая. То есть, получается сколько? 4 месяца срок годности. И здесь 4 месяца срок годности. Это вам не Хадыжинская, где там сколько? 7 или 15 дней срок годности. Здесь все-таки побольше. Этот вариант чуть-чуть более карамельный. Ну, прям, можно сказать, на каких-то полтона. Как по мне, для венского тоже слишком светло, слишком бледно. Все-таки в венском же пиве должен быть карамельный солод. Венский лагерь. Плотность здесь десятка. И состав хмель-солд-вода. Хмель гранулированный, как и в Жигулевском. Я так понимаю, он везде будет. Ароматика. Солодово-сладковатое. Все-таки в венском лагере, в венском пиве хочется вот этот венский солод ощутить. Легкую такую сладость. Легкую-легкую где-то в отдалении карамельную. А здесь вот просто солод. Слегка даже какой-то такой вот подпрелый. Уходящий в сладости. Такую вот прелую. Знаете, когда вот залежится солод, и от него будет исходить вот подпривающая сладость. Вот здесь такой вот аромат. За вас, друзья. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пейте хорошее пиво. Как вообще скучно уныло. С одной стороны, это десятка, да. И выброжена она 4,3. Очень-очень хорошо выброжена. С другой стороны, очень бедно по вкусу. Если здесь как бы в послевкусии какая-то горчинка отыгрывала, здесь вот почему-то у меня идет ассоциация очень стойкая какого-то вот подпрелого такого, подзалежалого немножко солода. Уходящую в легкую сластинку. И сластинка это неприятное. Хотя по всем раскладам данный вариант, с учетом того, как сброжен, должен быть достаточно сухой. Но при всем при этом какого-то вот такого колоссального негатива к этому пиву нет. Его можно выпить? Да, можно. Захочется купить второй раз? Ну, лично я вряд ли захочу его купить второй раз. И вот на его фоне, в принципе, с моей точки зрения, Жигулевская, да, смотрится более выигрышно. Если я там не лезть в какой-нибудь крафт, что-нибудь такое модное, тот же Венская от Хамовников. Ну, а кого приводить в аналог, да? Это вот вариант, который доступен во всех магазинах. Вот, что центральная Россия, что более отдаленных уголков России, оно выиграет просто вот в разы у данного варианта Венского. Как по вкусу, так по аромату. Это очень скучно, это очень уныло. Моя оценка здесь, наверное, будет 2,75. И давайте, наверное, я буду выставлять вот ближе к себе то, что больше нравится, а то, что меньше нравится, вот в тот край от себя в левой убирать. И прям вот, как по мне, вот такая вот между ними разница. Здесь оценка 2,75. Скучно, грустно, уныло. И предвидеть, что у меня еще несколько вариаций пива, я этот бокал даже допивать не буду. Следующий представитель сегодняшнего нашего обзора FON WAKAN 1881. Здесь уже крепость 5, и это вот единственное пиво жигулевское, которое я до этого пробовал. Их Максим прислал мне две бутылочки, и я уже снимал на него шортс. И, в принципе, оно мне понравилось. Посмотрим, как сейчас оно на меня произведет такое впечатление. Здесь, на удивление, особо больших пузырей нет. Сделана данная бутылка 20 декабря, и срок годности у него до 17 июня. То есть здесь полгода уже срок годности. Интересно. В бокал наливается, ну, сродни жигулевскому, очень чистое, очень фильтрованное. Сталин прозрачное пиво с достаточно такой яркой карбонизацией. Пенка мелкозернистая и спадает очень-очень быстро. Плотность здесь 12 и в составе хмель-солд-вода. Аромат солдовый, слегка травянистый, цветочки и вот уходящий в медок. Чего в двух предыдущих экземплярах не было. Я люблю, когда вот такая вот травянисто-цветочная медовая нотка есть, как в хелях немецких. Мне это очень нравится, приятно. И вот ароматика здесь мне нравится больше всего. Она легенькая, приятная, такая вот летняя, как по мне. За вас, друзья, поднимаем третий бокал. Чтобы все у вас было. И чтобы ваши желания тащились от ваших возможностей. Будьте здоровы. Когда первый раз я его пробовал, оно на меня больше как впечатление произвело. Может, потому что я в тот день просто одно это пиво пил. Здесь это уже третий экземпляр. Но, в принципе, все, что есть в аромате, есть и в этом пивасе. Это легкое солодовое тело, легкие какие-то медовые, слегка-слегка так вот еле уловимые, травянистые, цветочные нотки во вкусе. Приятное летнее свежее пиво. Это хорошо. Здесь вот, в отличие от того же, например, венского, мне более понятен вкус, он мне более ясен и ощутим, вот приятен именно для меня. Летом кружечку такого пивасика пропустить будет достаточно хорошо. 5% алкоголя не ощущается никаким образом, ну, как и в предыдущих экземплярах. Дефектов нет никаких. Легенько, свежо, хорошо. Да вот я даже не знаю, вот в сравнении, например, с Жигулевским. Здесь-ка тут еще горчиночка хотя бы отыгрывает. Легкая-легкая, но она есть. Даже не знаю. Ну, тоже, наверное, в пределах вот от 3 до 3,5 его можно допить, выпить. Даже если купили несколько бутылочек, вы, в принципе, не обломаетесь. Захочется его купить второй раз? Ну, возможно, да, там, с учетом цены, там, я не знаю, сколько она стоит. Если она, там, до 70 рублей, то почему бы и нет? А так, искать, бегать, охотиться за ним? Ну, конечно же, нет. Пусть будет оценка 3,25 на данный момент. Перейдем к следующему экземпляру. Самарское пиво. 6% алкоголя. Сделана она 12 декабря 2023 года. Срок годности до 9 июня 2024 года. Здесь плотность 14, уже поинтереснее. Но в составе крупа рисовая имеется. Тоже знатные пузыри. Все как положено. И почему-то вот отклеивается кольеретка. И вот что интересно. Данные 2 экземпляра полгода срок годности. А у этих экземпляров почему-то только 4 месяца срок годности. В бокал наливается все тоже. Кристаллин прозрачное, очень чистое пиво. С абсолютно такой же, как и у предыдущих вариантов, пенной шапкой. То есть вот в закрытую поставим. Вот попробую отличить. Называется по цвету. Не знаю, как камера передает. Но вот здесь вот абсолютно два идентичных пива. Что самарское, что 1881. Может какие-то там доли тона. Есть разница. Слушаем аромат. Солодовый, слегка сладковатый, пустоватый. Ничего такого сверхинтересного, сверхневозможного здесь нет. За вас, друзья. Продолжаем нашу экскурсию по Жигулевскому пивозаводу. Ощущается прямо на глотке, что это пиво более крепкое. Но здесь какая-то прямо спиртяга не вылазит. После глотка мозг начинает срабатывать. Ага, здесь что-то такое более крепкое. Ощущается больше плотности на глотке. Солодовость, легкая сладость. Ну, я вот небольшой любитель крепких вариаций пива. В моем понимании там крепкое. Если оно должно быть крепкое, какие-нибудь там 8, 9, 10. В плане каких-нибудь там портеров или чего-то такого вот бельгийского. А вот лагеры такие достаточно крепкие. Крепче, чем 5, там 5,2. Я уже как-то не очень люблю. Но я думаю, что данный вариант пиваса зайдет достаточно многим любителям. У нас такое любят. Слегка сладковатое, солдовое и крепкое. То есть такого пивасика нужно поменьше, чтобы достигать того же самого результата, чем, например, с венским. Наверное, будет вот так. Так, мне кажется, что оно даже немного все равно поинтереснее венского. Вот это вот самарское. Ну да, абсолютно. Вот я вот согласен со своим таким выбором, что здесь, наверное, будет оценка 3. То есть, если хочется чего-то такого более крепкого, вот можно взять фирменное вот это самарское. В нем нет какого-то такого чего-то негативного, выпирающего, чтобы прям спиртяк-спиртяк было. Нормальное крепкое пиво, но не супер какой-то крепыш. Но я бы предпочел вот 1881 или жигулевское без вариантов. Ну и в завершении стал фон Вакана жигулевского пивоваренного завода город Самара. 4 алкоголя, 11, плотность в составе. Помимо солода есть еще ячмени саложены и жженый солод. Пузыри отсутствуют. Пенка отсутствует практически. Такая вот легкая-легкая, как налет на пиве. Небольшая-небольшая. В бокале не сказал бы, что совсем черный, но вот как хорошо заваренный кофе. Слушаем аромат. О, здесь приятненько. В аромате легкая жженка, небольшая кислинка какая-то есть. И вот не знаю, можно ли так сказать про аромат или нет, но как сухость ощущается. Вот, то есть нет здесь вот какой-то сладости или чего-то. А вот именно такой вот легкая жженка, сухость и легкая-легкая небольшая кислинка в аромате проступает. Сталт. За вас, друзья. Пробовали такое какое-нибудь пиво? Жигулевское, самарское или вообще самарские варианты? Что по поводу этого можете сказать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. За вас. Всего вам самого-самого хорошего. Достаточно сухо, пусто, водянисто. На третий-четвертый глоток начинает проступать небольшая горчинка. И горчинка такая вот не хмелевая, а именно от жженочки. Вылазит жженка, какой-то небольшой-небольшой такой кофейный тон. Это очень питка. И с моей точки зрения это достаточно хорошо. Я думаю, далеко не многим данный вариант понравится. Но вот кто любит британцев, не нажористых, мощных, а вот именно сухие британские стауты, легенькие, там в пределах 4-4,5%, они такие же. Они достаточно пустоватые, с легкой небольшой кислинкой на глотке, где-то там в отдалении какие-то кофейные жженые нотки. Это пустое, это водянистое, но в принципе оно так и должно быть. И при этом остается такая приятная терпкость на глотке, уходящая в легкую-легкую, даже она не кислинка. Вот в аромате она как кислинка ощущалась. Во вкусе я даже не могу передать. Легкую такую терпкость. Сухо, легенько, питко. Вот это вот, кстати, хорошо и интересно. Это редкий зверь на полках наших магазинов и особенно в ассортименте наших пивоварен региональных. Да и не только региональных, а и пив-гигант вряд ли. Кто я вот так по памяти даже не могу вспомнить за последнее время, кто такой варен. Для тех, кто любит мощные, насыщенные, такие вот прям агрессивные какие-нибудь стауты, а особенно портеры, вот в плане пива, какие-то балтийские, да, то я к таким, в принципе, людям тоже отношусь. Можно сказать, что это промывка котла после варки крутого, хорошего, какого-то такого мощного пива. Все как во взрослых сортах, но очень легенько, очень разбавлено, очень пусто. Такой вот бокальчик пропустить вечерком будет достаточно неплохо. Остается приятное, легкое, ненавязчивое послевкусие, терпкость, анильность какая-то даже можно сказать. Мне нравится. Я поставлю оценку данному варианту 3,5. То есть при случае, если бы у нас такое продавалось, иногда в охоточку я бы такое купил. И если бы это было единственное пиво вот за сегодня, я думаю, оно даже больше на меня произвело бы впечатление такого приятного. Потому что вот как ни крути, тут-тут-тут-тут по чуть-чуть выпил, уже бутылочку пива выпил, и этот бокал все равно с удовольствием я допиваю. Моя оценка 3,5, и, наверное, будет вот таким образом выглядеть мой рейтинг. Жигулевская. Просто хорошее светлое пиво. Самое лучшее, самое замечательное, самое неповторимое. Я сейчас для кого-то, наверное, скажу крамолу, но, например, я, опять же, это с учетом привычки, предпочел бы бутылочку маршанского-жигулевского, которая в сравнении с этим будет более дефектным, более грязным. Но для меня это вкус роднее и приятнее. Это очень чистый, хороший такой вот лагерок, легкая солдовость. И что приятно, здесь, в отличие от многих регионалов, здесь есть прям вот хмелек ощутимый. Ну, бокал я не мыл. Не, это нормально, это хорошо. Так, просто, такое вот легкое летнее пиво. 3,5 из 6, 3,5 из 6, 3,25 из 6, 3 из 6 и 2,75 из 6. При этом, каждая из вот этих вот сегодня представленных бутылок однозначно может быть допита. При отсутствии чего-то, вот это не самый плохой вариант. И я думаю, у этого венского есть определенные свои ценители, кто любит пустое водянистое пиво, кому не нужен там ни хмель, ни даже яркий солдовый нот какие. Здесь есть свои почитатели, но для меня 2,75 из вот этой вот линейки, самая слабая. Самарская, также я думаю, что есть достаточно большая когорта почитателей, ибо это достаточно крепко, при этом не вылазящая такая яркая спиртуозность. 1881 это хорошее летнее легкое пиво. Стаут, редкий зверь, представленный очень мало у кого. Пиво на любителя, однозначно оно далеко-далеко-далеко не всем зайдет, но оно четко в стилистике. Вот, насколько я понимаю, жвареля сухой стаут, и он таким и должен быть в моем понимании. Все четко, все хорошо, без восторгов, без каких-то эпитетов, но и без негатива. 3,5 при случае можно купить. Ну и жигулевское пиво легенда. Оказалось оно, да, вот на первом месте сегодня. Ну, по причине того, что никто не смог особо сильно так вот удивить. Я думаю, вот эти два варианта сегодня будут мной допиты. Посмотрим, как дело пойдет. Может быть, вот так. Вот эти варианты, при наличии этих, допивать мне явно не хочется. Собственно, такой получился обзор. Еще раз огромное-огромное спасибо Максиму, что прислал мне эту посылку и дал возможность приобщиться к легенде. То бы что ни говорил, но как ни крути, да, это пиво со своей историей, со своим определенным маркетингом, со своими почитателями. И, как есть такая присказка, да, творить миф о себе боги начинали именно так. Ну, вот, если это самый жигулевский из всех жигулевских вариантов пива, ну, пусть так и будет. Далеко, далеко не самый плохой вариант. Не знаю, друзья мои, вы все видели, видели мои эмоции, мои впечатления. И вот для меня осталось небольшой загадкой, почему у этих трех экземпляров 4 месяца срок годности, вот у этих 2-6 месяцев срок годности, а у трех экземпляров 4 месяца срок годности на одном пивзаводе. Почему такие разные сроки, я, честно сказать, не знаю. Ну, все, теперь я настоящий пивной обзорчик. Спасибо тебе, Максим. Дорогие мои зрители, ставьте лайки, пишите комментарии, что вообще вы думаете по поводу самарского пива, жигулевского и не только. Что пробовали, что не пробовали. И какой все-таки может быть другой региональный пивзавод, самый крутой, самый интересный, самый необычный. И что еще вот? Из легенд вы считаете самым легендарным. ХДЖ, Жигулевская из Самары и Балтика номер 3. Как бы ее все не ругали, но она за свои деньги на самом деле хороша и вполне себе употребима за 50 рублей в текущих реалиях. Дизлайк тоже может поставить, потому что, ну, всем люди разные, и у каждого есть свое мнение. И каждый его может высказать в комментариях, но без оскорблений, друзья. До скорых новых встреч. Пока-пока. Впереди самое вкусное и интересное.